Таксисты стали более востребованы, особенно в последние дни. Но это не значит, что они больше перевозят людей. По словам министра, их услуги требуются, чтобы осуществить какую-то доставку, к примеру, продукт в питании из общепита. Между тем, пассажиры жалуются, что таксисты не соблюдают меры безопасности, не носят маски, не проводят дезинфекцию транспорта. Совместно с Роспотребнадзором поступают такие факты, начинаем заниматься их выявлением и пресечением. То есть всем организациям, которые занимаются пассажирскими перевозками, независимо, это автобусное или сообщение легковым транспортом в виде такси, даны поручения. То есть будем контролировать этот вопрос. Несмотря на то, что сейчас отменено 22 международных маршрута в Казахстан и несколько авиарейсов, в Алтайский край продолжают приезжать люди на поездах и автобусах. Как заверил министр транспорта, им тоже сейчас меряют температуру. Мероприятия в случае выявления температуры отработаны. Во всех железнодорожных вокзалах, в двух наших автовокзалах и в аэропорту международного Германа Степановича Титова оборудованы специальные помещения для изоляции пассажиров, где будет выявлено. Вызывается бригада скорой помощи и дальше медики с ним уже занимаются. Волнует людей сейчас не только вопрос личной безопасности. Так многие барнаульцы и не только жители краевой столицы интересуются, повлияет ли эпидемия на ремонт Старого моста через ОПЕ. Так вот, не повлияет. По крайней мере, такой ответ прозвучал. Старый мост ремонтируется Федеральным дорожным агентством, их территориальным представительством выступает, заказчиком. Работы ведутся согласно графику. Выполняются работы как на самом мосту, так и на переустройстве необходимой железнодорожной инфраструктуры для того, чтобы в летний период, когда увеличится количество пар пассажирских поездов, мы могли их пропустить по двум существующим задействованным путям через рекопию. Не сдвинется ли график ремонта дорог в связи с распространением коронавируса? Александр Дементьев заверил, подрядчики уже готовят технику и материалы. И как только позволят погодные условия, планируют выходить и работать. Татьяна Голубева, День Столком из дома.